Всем привет! С вами Олег и Валя. Ребята, вот и добрались мы до нашего отеля. Напоминаю, это Кургада, отель Штейгенбергер Аквамэджик. Надпись у нас за спиной, как вы видите. Да, название надо еще подучиться выговаривать. Напоминаем, что мы летели из Киева в Кургаду. Сколько нам тур обошелся? Тур обошелся нам, ребята, 25 тысяч гривен. Плюс 2 по 580 гривен, это тесты. И напоминаем, на двоих сюда стоила виза 54 доллара. Да, 54. Уже Анекс Тур берет лишних 2 доллара с туриста за свои услуги вклеивания визы. Хотя это происходит ровно 5 секунд. Дерут в три шкуры. Но дело не в этом. Да, ребята, мы уже прибыли в отель. Мы уже зачекинились. Будем так говорить, нам уже поцепили вот такие вот браслетики. В отель мы попали в 7 часов утра. Да, в отель мы попали очень рано. Сразу хотим расстроить. Мы когда сюда ехали, смотрели информацию про отель. Но, к сожалению, нам на глаза не попалась довольно важная информация. Ребята, вселение здесь в 3 часов дня. В 15.00. Представляете, с 7 утра и до 3 ждать. Мы не спали всю ночь. Нам в самолете не удалось поспать. Это понятное дело. И еще ждать заселения. Но, слава богу, надели браслетики. А это значит, что мы можем идти на завтрак. Ну и обед, соответственно. Ну, какие наши рекомендации, ребята? Не берите ночные перелеты. Глупость это все, тупость. Я не знаю, конечно. Мы просто не спали ночь. Очень рано стали. Предыдущим днем. И получается, мы, наверное, не в состоянии. Будем сейчас покушавши и пойти на пляж, наверное, да? Тем более, наш багаж еще вот здесь на улице отеля стоит. Ну, я думаю, все-таки можно взять купальные принадлежности и пойти на пляж. Но у нас нет ни карточек на полотенце, ничего. Ладно, ребята, это видео будет про то, как мы знакомимся с отелем. Наши первые впечатления. Сразу говорю, эффект первого дня никто не отменял. Тем более, мы уставшие. Можем бухкотеть. Немного, да? Но это только начало. Так что оставайтесь с нами и все увидите. Все, погнали знакомиться с отелем. Напоминаю, отель Штейгенбергер Аквамэджик. Выговорил? Штейгенбергер. Штейгенбергер Аквамэджик. Помпезненький вход в отель. Багаж оставляете на улице. Его дезинфицируют. А давайте посмотрим, что же там внутри отеля. Лобби, ресепшн. Мы, кстати, забыли спросить. Самое важное на ресепшене, это про Wi-Fi. И сейчас мы это сделаем. Потому что очень интересно, по всей ли территории Wi-Fi в отеле, есть ли он в номерах, на пляже или нет. Смотрите, вот такое лобби. Вот пошли и сейчас спросим. Вот пошли и сейчас и спросим. Для начала тоже спроси, обед, завтра, к ужине. Расписание, да? Так. Смотрите, какой маленький стульчик для детей на рецепционе. Это, в принципе, плюсик. Сейчас покажу вам браслеты, которые нам уже надели. Скажите, Wi-Fi в отеле. В комнате. В комнате? В комнате. А тут нет? Нет. Тут нет Wi-Fi, это как в комнатах. В комнатах? Да. Сейчас, я уже не поняла. Выселение, то, что мы вам говорили из отеля, в 12, а заселение в 3. 3 часа, да. У нас сейчас еще 8 утра нету, так что будем ждать. Разведаем обстановочку. Лаундж-зона вижу. И туристы ждут заселения, потому что со своими напитками это 100%. Выход вот куда-то. Ну, места довольно много. Рояль с вами стоит. Да, видать, наверное, живая музыка. Надо какой-то из диванчика в нам присмотреть. Но на солнце здесь не сильно хорошее. Не посидишь. Снова туристы ждут заселения. Так же, как и мы. А сейчас мы, скорее всего, спустимся на нижний этаж. И там, да, вот я уже вижу отсюда, что там ресторан. И мы позавтракаем. Мы надеемся, это ресторан? Ресторан, а не столовая. Вход в основной ресторан. Девушка, кстати, стоит с двух вектором. И вот такие вот фонтанчики. Смотрите. С четырех сторон. Красиво. Мы уже на завтраке. По браслетикам нас спустили. Хотя еще не заселились. И наш любимейший завтрак в Египте. Это глазунья, палатик, сосиски, овощи. Фета, конечно, конечно, фета. У меня то же самое. Только еще и оливочки. Взяли йогурты попробовать. Да, кстати, не в каждом отеле в Египте есть йогурты. Это в Турции почти везде. Завтраки здесь, конечно, за все. Неплохо. И приятного нам аппетита. Мы позавтракали. Честно скажу, завтраки здесь очень-очень крутые. Спросите, что вы делаете? Ящики открыли. Чемоданы свои открыли. Мы перевзуваемся. Пляжную уже обувь. Ну, такую более летнюю. Валя сейчас оденет шорты. И пойдем гулять по отелю. Что могу сказать, ребята? Конечно, уровень отеля чувствуется. Вот первое впечатление чувствуется. Отель это вам не Белла Виста. Или там какой-то Сигал. Здесь все вам улыбаются. Здесь просто приятное общение. Даже если это на каком-то языке. Взгляды совершенно другие. Какие-то мухи летают. Совершенно у работников другой взгляд. Просто видно с уважением. Относятся к своим туристам, к своим посетителям. Видно здесь, сразу скажу, завтрак нам настолько зашел, что думаю, что здесь с едой очень-очень все хорошо. В бар мы еще, естественно, не ходили. Не знаю, пойдем в ближайшее время или нет. Но сейчас наш бизнес-план очень простой. Мы продолжаем изучать территорию отеля. Напоминаю, отель Штанкингберг Аквамэджик. Продолжаем изучать территорию. Вот это именно корпус, где лобби, где ресепшн. Сейчас мы вышли здесь в мостик. И вот она, ребята, так называемая ленивая река. Вот говорят, на ней берете матрас или какой-то круг. И не помню, сколько там, 300 метров. Неспешно она течет. И вы, соответственно, по течению идете. А на этой стороне у нас аквапарк. Аквапарк для взрослых. Посмотрите, довольно серьезные горки. И шикарный какой вид. Кстати, вот ель какая-то. Валь, кстати, для Египта это, наверное, редкость ель, да? Так что, ребята, посмотрите, какие шикардосные виды открываются. В отеле, конечно, очень много корпусов, мы уже поняли. Это все корпуса, 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 корпуса. Территория довольно большая. Но вот за горками, наверное, это уже территория другого отеля. Сейчас полдевятого утра. Как вы видите, вообще людей нет. То ли на море ушли, то ли еще, может быть, не проснулись, отдыхают. Красотень. Вы знаете, при таком количестве бассейнов, при таком количестве горок, ленивой реки, именно столько всяких, как говорится, вкусностей для туристов, что, вы знаете, я думаю, что многие туристы до моря даже не доходят. Потому что здесь просто именно самодостаточный отель, который, в принципе, можно обойтись и без моря. Мы-то, естественно, сходим на море. Ближе подошел я к аквапарку. Ну что, аквапарк довольно серьезный. Посмотрите, сколько горок. Горок, и они довольно высокие. Да, люди только-только-только приходят, занимают шезлонги. Шезлонгов вроде бы немного, но мне почему-то кажется, что должно хватать 7 шезлонгов. На этой стороне очередной бассейн. Очень много зелени, очень много тени, ребята, и везде-везде-везде, если вы присмотритесь, везде раскиданы шезлонги. Ну и корпусов, конечно, очень много. Интересно, отель забит или не забит? Шезлонги здесь современные, как вы видите, тряпчаные. А вот эта ленивая река. Да, действительно, течение на ней есть. Очень-очень-очень неспешное. Да, вот все штуки, как она моя вода. Угу. Горки смотрятся довольно серьезно. А это, как все называют, унитаз. Туда сливают людей. Смотри, я вижу, что на втором этаже какие-то закрытые есть окна полностью. Или это просто зашторен? Не, не зашторен, это балконы. Какие-то VIP. Ладно, идем дальше, Валь. Ага, нам говорили про релакс-зону. Точно, вон она, огорожена. На шестом этаже. Релакс-зона для взрослых. Надо пробить по-любому. Нам очень рекомендовали ее посетить. Говорят, очень-очень-очень классное место. Очередной бассейн. Ленивая река. Вот там вот продолжается. И здесь, ребята, смотрите, еще один бассейн. Идя на мостике. Ну, просто-просто очень круто. Нам нравится. Класс. А вон стоят бублики для катания по ленивой реке. Класс. Чуть позже и мы окунемся. Только еще надо взять полотенце. Вот в таких условиях приходится нам ждать свой номер. Да вообще-то я шучу, ребята. Круто. Всегда бы так ждать свой номер. В бассейн нам здесь просто море. Так, ребята, зашли в корпус, где на втором этаже находится лаунч-зона только для взрослых. Здесь в корпусе вот такой внутренний дворик получается. Красиво. Нашли наконец-то лифт. Как подняться на... На бассейне, на крыше отеля. Приехали. Так. Да, 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 да. Вот, ребята, про эту зону нам рассказывали. Да, хать. Вот это релакс-зона, которая для... Именно для взрослых 18+. Ребят. Моним. Куча шезлонгов. Давайте сразу покажу вид отсюда. Вот аквапарк. Слушаем, ну, высота здесь уже интереснее. Уже видно горы. Класс. Круто. Круто, круто, круто. Бассейн здесь, правда, 40 сантиметров глубиной. Но, наверное, здесь можно просто в нем поваляться. Шезлонгов достаточно много. Виды открываются шикарные, ребята. Панорамные. Я уже отсюда вижу море. Да, сейчас мы подойдем поближе и покажем вам. Наконец-то покажем море. А вот, я так понимаю, бассейн, в котором уже куклаются. То есть, глубокий. Так называемый инфинити. Вау. Так тут и бар есть. Вот это мы вышли. Классно, конечно. Это мы удачно. А вот эти лежаки в шезлонгах в бассейне. Да, 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 про которые нам тоже рассказали. Это круто. Он тоже 40 сантиметров. Но это понятно теперь для чего. Чтобы просто поваляться. Класс. Очень шикарно. Смотри, вон он. Смотри, какие корабли там ходят. Класс. Итак, ребята, первый раз пробуем водичку в этом бассейне. Ну, что могу сказать. Ха, водичка-то прохладная. Реально прохладная водичка. Я бы сказал, даже ледяная. Наверное, специально охлаждают ее здесь. Так, чтобы было понятно. Вот это вот заканчивается зеленая зона. Это заканчивается у нас отель Штейтенберг Аквамэджик. Дальше идет пешеходная зона. Идет дорога и идет следующий Штейтенберг. Вон прекрасный вид на него. Там тоже вижу большая площадка на крыше. И через нее мы проходим и выходим к морю. В принципе, до моря здесь вообще рукой подать. Так что, можно сказать, и не вторая линия. Почти, что первая. Допустим, мы отдыхали в Кургаде Волденфайв. Там первая линия. Там было идти мама не горюй, сколько. Наверное, километр, блин, до моря. Вот так выглядит из бассейна именно релакс-зона. Валя радуется. Ну что, а мы продолжаем изучать отель и идем дальше. Ребят, Валя решила попробовать воду. И как ваше мнение про воду в бассейне? Пассажем здесь точно в ближайшее время не буду, потому что вода просто как из колодец. Ты скажи мне, а мы взяли градусник с собой? Да. Ребята, мы померяем здесь обязательно. Смотрите, в следующих выпусках мы расскажем, какая здесь температура. но мне кажется, градусов 17, может быть, 18, да? А теперь поливни камеру за спинку. И покажи, что за тобой. Купаются люди. Это, походу, моржи. Особенность еще, ребята, смотрите, здесь бассейн, красивые виды. И здесь постоянно вот такие ниши. Именно, я так понимаю, этот внутренний дворик освещается на все пять этажей. Класс. Круто. Десять метра уже началась довольно активная анимация в отеле. Музыка, горки включились. Смотрите, сколько тут бассейнов, сколько тут зонтиков, шезлонгов, везде урны, все цивилизованно. Красота. Людей в принципе, в принципе, не забит отель. Ну, посмотрим, что будет вечером на ужине. Это показатель. А вот горки. А, фанаты горок. Балдеете? Класс. Они действительно очень крутые, но я не знаю, пока рискну я там покататься или нет. бассейнов. Сколько здесь бассейнов, если я не ошибаюсь, 12 говорили? Здесь много, очень много. В общем, познаем территорию дальше. А сейчас будем тестировать бар отеля. Посмотрим, чем тут нас гостят. бассейнов. Так, взяли по стаканчику холодненьких напитков. Смотрите, какие огромные здесь стаканы. Но мы так и не поняли. Это у нас бесплатные напитки. А здесь меню платные. Ну, мы так и не поняли, платные или бесплатные. Напишите, кто знает, кто здесь был. А бутонки-то патроны. Платные. Да, да. Я почему удивилась, что там платные напитки со спиртным из пластика. все пластик. В общем, изучаем дальше. Сами пока толком ничего не знаем. Смотрите, какая крыша у бара прикольная. на барах помимо соков есть вот такие смузи, наверное, или как-то назвать, не знаю, арбузные и зеленые, наверное, яблочные какие-то. Довольно неплохо. Заменяет мороженое, наверное. Вот так вот работает ленивая река. Берете себе круг и просто плывете по течению. Она идет по всему периметру отеля. Очень прикольно. Так, куда мы вышли? Судя по столикам, здесь где-то бар. Судя по столикам, где-то бар. Ну, давайте посмотрим. Территория вроде бы и не маленькая, ой, вернее, вроде небольшая, но мы вот сколько уже обходим, не можем обойти, да? Да, настолько плотненько и все продумано здесь, что просто круто. Очередной бассейн, да, с островками, с пальмами. Ну, просто я даже не могу посчитать, сколько здесь этих бассейнов. Так, а вот это я поняла, это летняя площадка, мы кушали внутри, а я тебе говорила, можно еще на улице покушать. Все, теперь немножечко, теперь мы ориентируемся. ооо, а это что? Не знаю. Инфинити фонтан? Не знаю, прикольно. Класс, вот это вечером, наверное, будет крутое зрелище с подсветками. Класс, аккуратно смотри, чтоб туда на войне. Обалдеть. И еще один огромнейший бассейн с лежаками внутри, а мы хотим обойти это все вокруг и пойти к детской зоне, к пиратскому кораблю. Но сейчас ребята мы покажем вам выход из отеля, который выходит на дорогу. А через дорогу стоят еще два штайгенберга. первые линии отеля штайгенберга. Штайгенберга. И вот выход из нашего отеля и проход к морю. Первая линия отелей и там море. Идти в принципе я думаю минут 5. от силы. Да, ребят, посмотрите какая улица пешеходная. Это не набережная, да? Да, это как бы бульвар туристический. Мы ее обязательно вам снимем. Может быть даже вечером, когда все это будет подсвечиваться. Очень много здесь разных скульптур. Обязательно здесь погуляем и вам все покажем. Покажи уже вход с этой улицы. А здесь расположился пиратский корабль детям на радость. Тоже здесь несколько горок есть, разные фонтанчики и конечно ведро, которое переворачивается и всех обливает. Зона очень большая и вот целый бассейн под нее выделено. глубиной кстати 35 сантиметров. Есть спасатель. В общем если вы с детьми то вам точно сюда. Да, очень очень круто. Ведро, 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 ведро. Оп. Кайф. Ребята первое знакомство с отелем под названием Штайген Бергер. Бергер. Аквамэджик у нас состоялось. Мы вам показали территорию. Бегло показали, не все еще нюансы, потому что мы сами только-только начинаем изучать. Мы вам ребята рассказали наши первые впечатления. Могу лично сказать, что впечатления очень-очень хорошие. Это уровень, реально уровень. И так как мы еще сами толком полностью не изучили территорию, поэтому еще будет очень много видео на канале о отеле. Кому интересно, конечно же, оставайтесь с нами. Кто не подписан на нас, подписочка на наш канал. Друзья, как обычно, на позитиве из Гургады, из отеля Штайгенбергер, Аквамэджик, с вами были Олег и Валя. И всем пока. Субтитры